В эфире итоговая информационная программа «Неделя города». В этом выпуске мы познакомим вас с наиболее актуальными и интересными событиями этой недели. В студии Алена Куколева. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Первое заседание и первое сложение полномочий. На неделе избрали руководящий состав новой областной думы, а депутат Андрей Глазунов готовится пересесть в министерское кресло. 100 тысяч тонн этилового спирта, более 30 тысяч бутылок готовой продукции. Бойцами СОБР взят штурмом нелегальный спиртзавод в Рязанской области. Иконостас, сусального золота, икона от мастеров из Палиха. Реставрация Христорождественского собора Рязанского Кремля подходит к концу. 3 октября мир праздновал 120-летие со дня рождения Сергея Есенина. Тонкого лирика, мастера пейзажа, певца Руси и знатока народной души. В Константинове традиционный праздник «Звини, звини, золотая Русь» проходит с 1985 года. Несмотря на внушительную дату торжества, стихи поэта остаются молодыми и любимыми. Мне нравятся очень его стихи. Нравится, что он писал о Руси. Прославлял женщину. И вот это мне близко очень дорого. Те места, в которых он вырос, они очень красивые, они потрясающие, они вдохновляют. Они дают какие-то особые силы. Кульминацией праздника стало представление музыкально-поэтического спектакля Сергея Безрукова «Хулиган. Исповедь». Сергей Безруков – самый известный сценический экран на Есенин. Он играет поэта 20 лет. Актер рассказал журналистам, что произведения Есенина способны объединять братские народы даже в кризисные ситуации. Есенин я читал в самых разных странах нашего близкого зарубежья, наши братские народы. Сейчас сложное время, понятно, что политически очень сложное время. Порой братские народы не понимают друг друга. Актер отметил, что уникальность Есенина заключается в том, что он показал пример истинной любви к России. Первое заседание Рязанской областной думы 6-го созыва на этой неделе прошло в отреставрированном гербовом зале здания бывшего дворянского собрания. В повестке избрание руководящего состава председателя и его заместителей руководителей комитетов. Депутаты областной думы 6-го созыва впервые собрались новым составом на первом заседании. С приветственной речью к ним обратился глава региона Олег Ковалев. Губернатор отметил, что работы у парламентариев в современных экономических реалиях будет много. Решать вопросы, касающиеся не только сохранения экономического потенциала области, но и ее развития, нужно сообща и слаженно. В состав областной думы 6-го созыва вошли 36 депутатов. Из них 32 от партии «Единая Россия», двое от коммунистической партии и по одному из «Справедливой России» и ЛДПР. Сегодня парламентария открытым голосованием избрали председателя. Им стал Аркадий Фомин, имеющий опыт такой работы. Он возглавлял думу 5-го созыва. Также депутаты избрали первого зампреда облдумы. Им стал Александр Шевырев. Еще одним заместителем председателя избран Михаил Кривцов. Кроме того, на заседании были назначены руководители 8 комитетов и 2-х комиссий. Особое внимание депутаты уделили назначению члена Совета Федерации от Рязанской областной думы. Николай Булаев, по мнению коллег, стал единственным и наиболее компетентным кандидатом на этот пост. Уже спустя два дня после первого заседания в Рязанской областной думе стало на одного депутата меньше. Неожиданно свои полномочия сложил избранный по 16-му одномандатному округу Андрей Глазунов. Это решение связано с предложением, которое поступило Глазунову от губернатора Олега Ковалева возглавить Министерство региональной безопасности. Пока Андрей Александрович готовится пересесть в министерское кресло, депутатская освободится почти на год. Выборы депутата в 16-м округе теперь пройдут только в сентябре следующего года. Это очень ответственный пост. Но учитывая задор, молодость, опыт законотворческой работы, опыт работы об исполнительных властях, имея юридическое образование, Андрей Александрович, я думаю, справится с возложенными на него задачами. Конечно, Андрей Александрович был избран по одномандатному округу, у него есть обязательства перед избирателями. Но я думаю, что нам, депутатам, придется взять часть хлопот на себя. Это работа в общественных приемных, то есть мы будем принимать людей, которые, так сказать, проживают в данном округе. Ну и все его обещания нам придется исполнять. В историческом здании Дворянского собрания, где заседали депутаты, состоялось еще одно важное событие. Открылась экспозиция, посвященная истории земства. Именно в этом здании 150 лет назад открылось первое собрание Рязанского уездного земства. Погружение в особую музейную атмосферу происходит практически с порога. Сводчатые потолки зала и современные экспозиционные стенды и витрины. Такая эклектика тоже работает на замысел. Стены исторические. Именно здесь, 1 декабря 1865 года, состоялось первое собрание Рязанского уездного земства. Идея создания экспозиции появилась еще во время работы Думы Пятого созыва. Ее реализацию представили депутаты уже нового, шестого. Музей был создан при участии Рязанского государственного университета имени Есенина. Большая часть экспозиции, уникальные книги принадлежат ВУЗу. Музей, кстати, планируют включить в туристические маршруты. Немало интересного найдут здесь те, кто изучает опыт работы первопроходцев местного самоуправления. Их портреты тоже представлены в экспозиции. Организаторы утверждают, что это эксклюзив и бесспорно кропотливая работа художника. Писались они в основном по крошечным, сохранившимся снимкам. Музейная экспозиция – одно из направлений многоцелевого использования архитектурного комплекса здания Благородного собрания. Здесь недавно завершилась реставрация. В гербовом зале восстановлены гербы губернских городов и аутентичная лепнина. Теперь там будут проходить торжественные и значимые общественные мероприятия. В Рязанской области закрыли нелегальный спиртзавод. В складских помещениях предприятия обнаружено около 100 тонн этилового спирта. Мощность предприятия позволяла злоумышленникам производить в сутки более 300 тысяч бутылок спирта, содержащей продукцию на сумму свыше 50 миллионов рублей. Теперь полицейские уничтожат не только сырье, но и основные виды технологического оборудования. Крупномасштабную операцию совместно провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и МВД по Ивановской и Рязанским областям при силовой поддержке бойцов СОБРа «Рысь». Полицейские обнаружили четыре линии по изготовлению алкоголя в одном из ангаров на территории спиртзавода в Рязанской области. У данного предприятия Росалкогольрегулирование в 2009 году отозвало лицензию. В момент проверки три линии работали. На производстве трудились выходцы из ближнего зарубежья, незаконно находившиеся на территории Российской Федерации. В цехах и складских помещениях было обнаружено более 30 тысяч бутылок готовой продукции, 140 тысяч под розлив с этикетками, 60 тонн купожа для разлива, 90 тонн спиртсредств. Также на заводе были найдены 70 тысяч федеральных специальных марок, печатное оборудование для нанесения информации о выпускаемой продукции, а также большое количество стеклотары, фурнитуры и этикеток. При въезде на территорию завода был задержан грузовой автомобиль с полуприцепом, в котором находилась цистерна с 40 тоннами спирта. По имеющимся сведениям, нелегальный товар реализовывался через сеть посредников в различные регионы Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. Мощность подпольного предприятия позволяла злоумышленникам производить в сутки более 300 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции на сумму свыше 50 миллионов рублей. В настоящее время вся контрафактная продукция изъята из оборота и передана на ответственное хранение в Росспиртпром. Возбуждено уголовное дело. Выявить незаконное производство оперативникам удалось после контрольных закупок спиртосодержащей продукции в магазинах города Иваново. Полицейские провели обыски в местах хранения безакцизной алкогольной продукции. Из незаконного оборота было изъято более 11 тысяч ящиков немаркированного крепкого алкоголя. Подозреваемые в совершении преступления задержаны и помещены под стражу. На этой неделе горожане прощались с почетным гражданином Рязани и Рязанской области Иваном Степановичем Макеевым. Более 10 лет он возглавлял Рязанский совет ветеранов. Участник Великой Отечественной войны, был командиром минометной роты, участвовал в Курской битве, форсировании Днепра, Корсунь-Шевченковской операции. Награжден двумя орденами Ленина, орденами Отечественной войны первой степени, Красной звезды. Ивана Макеева не стало 4 октября. Он ушел из жизни на 92-м году жизни. В Мемориальном музее академика Ивана Павлова в Рязани 9 октября начались восьмые павловские беседы. Обсудить научное наследие известного физиолога и его связь с современной наукой в Рязань приехали ведущие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. В Мемориальном музее усадьбы академика Павлова начались традиционные павловские беседы. Восьмой год подряд на этом мероприятии собираются и выступают с докладами ведущие ученые и исследователи, слушателями которых являются студенты из нескольких регионов страны. Такие встречи направлены на то, чтобы еще больше популяризировать жизнь и деятельность великого ученого, привлечь внимание молодежи к науке. Когда я езжу по России и даю свои уроки, а я учитель французского языка в школах, вы знаете, я никогда не начинаю. Здравствуйте, я учитель французского языка. Я всегда строю такую интригу и говорю, я из города, в котором родился великий физиолог, академик, первый лауреат Нобелевской премии Иван Петрович Павлов. Угадайте тот город, из которого я к вам приехала. Иногда дети сразу отвечают, а иногда даже попадают в такое неудобное положение. Но мы для того и есть, чтобы популяризировать, рассказывать о Павлове. Этот год в Рязани особенный, год 920-летия, во-первых. Ну и все мы с вами отмечали 70-летие Великой Победы. И я не могу не сделать акцент на этом, поскольку распоряжение о создании музея было подписано Алексеем Николаевичем Косыгиным 2 июня 1944 года, когда шла война. Вот какова была духовность все-таки нашего народа. Думали о победе. И поэтому нам просто нельзя сдавать своих позиций. Научная деятельность Павлова продолжалась более 60-летий. С его именем связаны все самые выдающиеся достижения в области физиологии, кровообращения, пищеварения и высшей нервной деятельности. Академик Иван Петрович Павлов, почетный доктор Кембриджского университета. Член 132 академии и общестарейшина физиологов мира. Он является первым русским Нобелевским лауреатом. Павловские беседы – это не только дань уважения Ивану Павлову. Это прежде всего возможность передать знания молодым студентам. Российские следователи на протяжении нескольких лет разыскивают серийного убийцу. По данным следствия, мужчина орудовал во многих регионах страны, оставляя за собой кровавые следы. Преступник объявлен в федеральный розыск. Подробнее расскажет Олеся Харлина. Вот уже несколько лет следователи всей России ищут следы маньяка, который лишил жизни более 30 старушек. Преступник сначала орудовал в Казани, потом в Нижнем Новгороде, Волжске, Ижевске, Перми, Ульяновске, Чебоксарах, Уфе, Самаре, Саратове, а также в двух городах Уральского федерального округа – Челябинске и Екатеринбурге. Следствие не исключает, что подозреваемый в расправах над пенсионерками мог перебраться в любой регион страны. За информацию о нем пообещали даже 1 миллион рублей. В этой связи просим всех внимательно посмотреть видео и фотоизображения и оказать содействие органу следствия в установлении личности преступника. Доверчивые бабушки всегда впускали его в квартиру сами, что характерно душегубы интересуют только хрущевки. Представляясь социальным сотрудником или работником коммунальных служб, он легко втирался в доверие к 75-90-летним старушкам. Когда мужчина оказывался на пороге, он хватал жертву за горло, душил любыми подручными предметами – кого-то поясом от халата, кого-то шнуром от утюга. Бывало даже бельевой веревкой. Из квартир убитых душитель забирал деньги, иногда мобильные телефоны, из-за чего его быстро нарекли Раскольниковым. Но, как и герой Романа Достоевского, мужчина оказался не так-то прост. В последний раз маньяк был замечен в тихом Уфимском дворе. Он проследил за своей жертвой, та даже впустила его в квартиру, но, к счастью для бабушки, совершить задуманное преступник не смог. На счастье старушки, в тот момент дома находилась внучка. Она-то испугнула преступника. Видеозапись, на которой запечатлен предполагаемый убийца, попала в руки оперативников совершенно случайно. Всегда осторожный, он до сих пор не оставлял никаких свидетельств своих преступлений. Мужчина поджидал пенсионерку на лестничной клетке, затем предложил помочь донести сумку, зашел в квартиру и через несколько минут убежал. Следствие располагает даже ДНК серийного маньяка, но ни в одной базе он не значится, а потому до сих пор остается на свободе. Психологи-криминалисты составили фоторобот преступника. Ему от 20 до 35 лет, худощавого телосложения, но развитый физически. Среднего роста, имеет невыразительную внешность, вырос в неполной семье или воспитывался без родителей, имеет среднее образование и невысокий социальный статус. Какой регион маньяк выберет для своего кровавого турне на этот раз, неизвестно, а потому будьте предельно бдительны и осторожны. На этой неделе в региональном правительстве состоялось торжественное вручение государственных наград. Были отмечены люди, которые, по мнению властей, внесли большой вклад как в развитие региона, так и страны в целом. Своими специалистами гордится каждый регион. И, конечно, Рязань не исключение. Губернатор области Олег Ковалев в торжественной церемонии наградил тех, кто внес вклад в развитие нашего региона почетными знаками и знаками отличия, а также грамотами. Это люди из самых разных отраслей деятельности. И представители школ, вузов, руководители заводов, предприятий и общественных организаций. Всего было отмечено 45 человек. Эмоций очень много, потому что такой наградой награждает наверняка один раз в жизни. Это первый. Второй, я, конечно, рад за то, что нас заметили не только меня, потому что я эту награду олицетворяю только со своим коллективом. Нас видят. Что мы делаем, руководство области знает. Планы очень простые. Работать, работать и работать. Как создал президент наш, работу надо работать. Вот наши планы. А жизнь подсказывает, что необходимо делать. Надо развиваться, надо идти в ногу со временем для того, чтобы не отстать. И тогда будет все нормально. Постоянно думать о коллективе, постоянно думать о зарплате, постоянно думать, чтобы были прекрасные условия труда, чтобы была новая технология и так далее и тому подобное. Здесь много можно перечислять. Но так надо. На неделю поздравляли и представители рабочих профессий. В этом году в России празднуют 75-летие системы профтехобразования. За это время система преодолела непростой путь и сейчас возрождается. Государство всеми силами пытается показать, что печь хлеб, работать на заводе, штукатурить стены должно быть не стыдно, а престижно. 75-летие системы профессионального технического образования отметили в Рязанском дворце молодежи. В холл РДМ переехала и выставка образования и карьера из Рязанского центра научно-технической информации, потрудились над которой учащиеся профтехучреждения региона. Гостям демонстрировали, к примеру, сварочный симулятор, мельницу и макет жилого дома. Я на автомобильной специальности, то есть нравится мне вот это вот как бы все. Да и вообще как бы много знакомых у меня там тоже со мной, даже кто со школы, со мной учились, все пошли вот именно туда, куда я. Как по вашему, насколько важна ваша специальность? Какая у вас специальность? Автоматика и телемеханика. Ну, как мы говорили, ключевое, так скажем, на ЖД. То есть от нас все зависит, там, светофоры, провода и так далее. Со сцены в адрес работников профессионального технического образования региона звучали добрые слова, музыка и песни. Поздравили и учащихся, их в области более 19 тысяч. Николай Булаев, отдавший системе профтехобразования 13 лет, будучи директором Спасково-педучилища, заметил, что это был самый светлый период в его жизни. Система профессионального образования вообще – это фундамент экономики нашей страны. Нет этого фундамента, и экономика испытывает огромные проблемы. Здание все время приходится как-то корректировать по нагрузкам. Вот фундамент, который вы создаете, на самом деле сегодня нуждается во внимании государства, во внимании не только финансово-экономическом, во внимании в том числе и политическом. Оказывается, первый конверт для письма был ни капельки не похож на современный вариант. Наши предки обматывали письма сучьими веревками, кто во что гораст. А в Вавилоне вообще покрывали сообщение жидким раствором глины и оставляли его сокнуть подсолнечными лучами. Самый последний вид конверта недавно был создан из пластика. Его даже порвать нельзя. Теперь Международная почта говорит почти на 7 тысячах языках своих клиентов. А всю неделю до 9 октября в преддверии Всемирного дня почты во всех странах проходит неделя письма. Поздравляла сотрудников Рязанского почтамта с праздником и вспоминала, как писать бумажные письма Олесе Харлина. В век высоких технологий интернета День почты или, как называют его во всем мире, World Post Day, кажется праздником из прошлого. Но это только на первый взгляд. Отправлять посылки и бандероли, делать денежные переводы, подписываться на газеты и глянцевые издания, получать заказанные онлайн и по каталогам товары, воспользовавшись услугами почтового отделения, все так же надежно, как и столетия назад. Сегодня только через одного оператора в день проходит 150-200 человек. Сейчас ускоренная почта, вот это развивается и очень, кстати, удачно от двери до двери. То есть есть курьерская служба, которая у меня ездит, забирает и привозит, и мы обрабатываем и отправляем. То есть и там до получателя везут. Раньше, если бы сказать, то было, например, взять вот одну полку. То есть это вот, я говорю, в далеком прошлом. Сейчас, видите, нам пришлось уже и кладовую, как у великих. Ольгу Давыдову называют потомственным почтальоном. Она пришла работать в 95-м году. Сначала под руководством своей мамы. И вот уже 10 лет возглавляет центральное отделение Рязанской почты сама. По моему отделению я могу сказать в пределах 120 тысяч в месяц исходящей корреспонденции. И я считаю, что все-таки писать письма рукой, это довольно-таки интересно и приятно получателю. Написание письма оказывается вообще очень полезная процедура сродни самостоятельной психотерапии. Современная молодежь, строча бесчисленные сообщения в социальных сетях, и не знает, каково это месяцами ждать ответа написанного рукой близкого человека. Теперь почтамты проводят даже уроки письма. У нас есть специальные конверты, которые выпущены к этому празднику. Есть специальный календарный штемпель. Проводим спецоглашение красивые. Уходят эту неделю праздничные конверты. Международная неделя письма, она приурочена ко Всемирному дню почты в честь образования Всемирного почтового союза. Татьяна Обрядина вот уже 20 лет наблюдает за увлекательным процессом, как почтальоны всего мира нога в ногу шагают вместе с неумолимым прогрессом. Почта – это давно не только письма, посылки и квитанции, но и многочисленные конкурсы, викторины, праздники, акции. Например, абсолютно любой посетитель может оплатить копеечную квитанцию и обеспечить подпиской журналов ребят из детского дома. Я хочу в преддверии этого праздника поздравить всех своих коллег с праздником, пожелать им здоровья, успехов в работе, выполнения всех поставленных задач. Я всех поздравляю, всех почтовиков, наших российских почтовиков, почтовиков всего мира с нашим праздником, со Всемирным днем почты. С удовольствием присоединяемся к поздравлениям и идем писать настоящие бумажные письма. Все-таки есть в этом своя неповторимая романтика. Реставрация Христо-Рождественского собора Рязанского Кремля подходит к концу. Иконостас покрыт двойным сусальным золотом. Иконы дописывают мастера из знаменитого села Палих. Теперь на стенах и потолке всего храма фрески и узоры. Реставрацию собора планируют завершить к концу октября. Марина Комиссарова побывала в храме и пообщалась с мастерами. Реставрация Христо-Рождественского собора на территории Рязанского Кремля уже подходит к концу. Вскоре прихожане смогут увидеть убранство храма таковым, каким его видели рязанцы до революции. Иконостас, который был когда-то здесь, в этом храме. Этот иконостас был разработан специалистами Шумовской школы, Нашаризанской иконописной школы. Иконостас полностью повторяет тот иконостас, который был когда-то разрушенный уже после 1917 года. Многие элементы росписи иконостаса со временем были утеряны. Их места заменили современные иконы и изображения святых. Однако епархия Рязанской области сделала все возможное для того, чтобы люди в скором времени увидели отреставрированный Христо-Рождественский собор с восстановленными древними росписями храма. В настоящее время там подходят к завершению работы по воссозданию дореволюционного облика святыни. При восстановлении росписи реставраторы основываются на старинных документах и чертежах, которые удалось сохранить до наших дней. Реставрация Христо-Рождественского собора Кремля началась весной. За это время, кроме внутренней отделки, были проведены и наружные ремонтные работы. Была восстановлена кровля. К завершающей стадии подходит реставрация фасада здания. И уже совсем скоро начнутся работы по покраске крыши. Со времени освещения нашего собора в 2002 году реставрация этого собора проходила постепенно, этапами. Справа была отреставрирована часть передняя. Когда мы заходим сюда, вот часть трапезная называется. Она была отреставрирована, полностью расписана. Здесь установлено, как было когда-то, по старым росписям все. И пришло время, когда пришло время расписывать и вторую часть. То есть четверик, как вот с восьмериком, вот этой части храма. И параллельно с этим, параллельно с росписью, параллельно вот с росписью четверика шла подготовка к реконструкции. Прямо сейчас идет реконструкция иконостаса. Это целый научный проект Министерства культуры России, реализованный на средства прихожан и меценатов. Иконостас, который до 1917 года находился в храме, не уцелел. Известно, что его выполнили в начале второй половины XIX века иконописцы, известные в Рязани мастерской Шумова. Кроме того, палехские мастера сейчас расписывают стены и потолок собора. Планируется, что отреставрированный христорождественский храм откроют для прихожан уже в середине октября. Рязань не вошла в топ-50 самых доступных городов России для отдыха в выходные. Бюджет для недорогого путешествия на двоих подсчитал портал о туризме travel.ru. При составлении рейтинга учитывали стоимость проживания в недорогой гостинице в центре города с субботы на воскресенье, ужин в ресторане и цены на билеты в популярный музей города. В рейтинге из 83 городов для самого экономичного отдыха Рязань заняла 56-ю строчку. Согласно подсчетам, уикенд в городе не самый бюджетный. Гостям придется потратить чуть больше 3000 рублей в сутки. По версии порталов, топ-5 достопримечательностей Рязани входит Кремль, музей-усадьба Академика Павлова, музей-заповедник Старая Рязань, художественный музей имени Пожалуйста и родина Сергея Есенина Константинова. Отдых и выходные в одной из столиц ненамного дороже, чем в Рязани. В Санкт-Петербурге бюджет путешествий составляет 3180 рублей, в Москве 3480 рублей. На этом у меня все. Все новости вы можете посмотреть на сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника. Хороших вам выходных! Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания